Я приветствую уважаемую аудиторию и предлагаю вашему вниманию доклад, название которого вот здесь сейчас выведено на экран. «Взаимодействие двух электрических зарядов и неполнота теории электричества». Материал этого доклада представляет собой составную часть более обширного исследования, целью которого являлась разработка теории электродинамики, то есть теоретических основ электродинамики. К сожалению, электродинамика не является теоретической научной дисциплиной, поскольку все её основные законы имеют чисто эмпирическое подтверждение. Почему же до сих пор эта задача не решена? Создание теоретических именно основ электродинамики. По моему мнению, это связано с тем, что для того, чтобы разрабатывать электродинамику, предварительно требуется уточнить и упорядочить несколько разделов физики. Большое спасибо. Так, Юрий Александрович, пожалуйста, не мешайте нашим докладчикам. Вы разрешили выйти. Хорошо. Так вот, прежде чем заниматься электродинамикой, нужно предварительно упорядочить несколько разделов физики. Вот здесь они перечислены. Нужно иметь модель мироздания. Естественно, что речь идёт не о модели всего, а именно о такой модели, которая позволит разобраться в вопросах электродинамики. Господа, отложите дискуссию. Из этой модели должна вытекать понятная теория пространства-времени. Мы все знаем, что теория пространства-времени есть. Это специальная теория относительности. Но те исходные положения о постоянстве скорости света и о непременном выполнении принципа относительности являются желательными для их устранения и рассмотрения. Поскольку электродинамика является наукой о силовом взаимодействии движущихся зарядов, то требуется рассмотрение вопросов кинематики и динамики. Вот когда все перечисленные вопросы, вот здесь они показаны, когда они все будут подработаны с единых позиций, вытекающих из модели мироздания, тогда можно заняться вопросами электродинамики. Я намерен охарактеризовать каждую из этих позиций и начну с модели мироздания. Для ее... Значит, она родилась из электрической аналогии. Если рассмотреть уравнения, являющимися преобразованиями Лоренца, для координат события, в случае, если системы координат имеют сходственное направление осей, и взаимное движение их происходит вдоль оси Х, то это будут вот такие, значит, уравнения, которые вот здесь написаны. Два последних являются просто тождествами, и поэтому их исследование малоинтересно. А все существо преобразования Лоренца заключено, вообще говоря, в этих двух первых уравнениях. Эти уравнения могут быть переведены в форму такую, которая показана вот здесь в синей рамке, с матрицей преобразования, определитель которой равен единице, и таким образом преобразования Лоренца представляют собой центрофинные преобразования. Интересен тот факт, что три резистора, соединенные между собой по простой P-образной схеме, позволяют получить уравнение связи токов и напряжений по их сторонам в точно такой же форме. Вот в красной рамочке приведены уравнения, вы их можете сравнить, или в форме, которая в синей рамке или зеленой, тут как-то мало понятно. Из сравнения этих вещей видно, что возникает аналогия. Пространственная координата аналогична напряжению, временная аналогична току, скорость света аналогична характеристическому сопротивлению четырехполюсника, скорость взаимная систем координат аналогична сопротивлению короткого замыкания этого четырехполюсника, то есть налицо соответствие параметров. Так вот, учитывая, что еще со времен Ньютона известно, что природа принципами не роскошествует, то становится ясно, что, наверное, эта аналогия не ограничивается только теми соответствиями, которые мы здесь видим на этом плакате. По-видимому, эти соотношения более распространены. Вот поэтому построение модели мироздания выполнено с использованием следующей логической цепочки. Значит, мы все знаем, что если есть пространство-время, мир пространства-времени, как часто говорят, в котором скорость распространения сигналов С со звездочкой – это скорость света, и в пространстве этого мира, по выражению Феймана, шевелятся заряды электрические, то возникает электромагнитное поле. Интегральные характеристики этого поля являются напряжениями и токами. Вот это одна известная цепочка рассуждений. По аналогии получена модель мироздания в таком виде. Есть некий мир Альфа-Омега. Вот он здесь изображен. В нем скорость сигналов С. Если среда этого мира представляет из себя дискретную среду, то в ней есть скорость распространения сигналов. Она единственная, отличная от нуля, и одновременно максимальная – это скорость С. Если там пространственные, неэлектрические, я это подчеркиваю, заряды приходят в движение, то возникает дифференциальный пространственно-временной мир, аналогичный электромагнитному полю. И интегральные характеристики этого мира дают наше пространство и время, в котором мы себя ощущаем живущими. Вот эти соображения здесь представлены в виде вот этих строк. Что такая модель уже сразу дает? Во-первых, в ней реализован принцип троичности, который известен с библейских еще времен. Кроме того, эта модель показывает, что мировой проявляющий процесс и разбегание галактик – это не что иное, как расширение вот этой вот оболочки дифференциального поля, которое возникло в месте нахождения зарядов и дальше распространяется от этого места во все стороны. И эта модель позволяет процесс течения времени представить как процесс течения среды из наружной области этого вот дифференциального мира пространства-времени во внутреннюю область. Вот такова принятая модель. Она оказалась конструктивной, поскольку с ее помощью удалось простыми чисто геометрическими методами получить необходимые кинематические соотношения. Вот на этом рисунке вообще эта картинка обозначена принципами движения, почему их надо рассматривать. Дело в том, что в дискретной среде возможно движение с одной скоростью, она же является предельной. Поэтому возникает противоречие между единственной этой скоростью из атакии и непрерывным наблюдаемым диапазоном скоростей движения, которые в нашем пространственно-временном мире имеют место. Вот это противоречие должно быть как-то устранено. Так вот, эта картинка, на мой взгляд, позволяет какие-то выводы сделать. На ней изображены вот одно положение, вот эта вот нижняя горизонтальная линия, это одно положение этой оболочки. Через некоторое время, поскольку она расширяется, она занимает вот это горизонтальное верхнее положение. Неподвижное тело, вещественное, которое в этой оболочке может содержаться, вот оно там белым кружочком показано, переносится по радиусу этой оболочки. Если же внутри оболочки тело движется, то тогда его траектория отклоняется от радиальной. Видно, что эти траектории разной длины. Вот эта разность длин выражается с коэффициентом альфа. Это тот самый коэффициент, который встречается и в теории относительности, и представляет собой коэффициент, характеризующий сокращение длин при движении и замедление времени в этом варианте. Так вот, для того, чтобы тело, которое движется внутри траектории, вот этой пространственно-временной оболочки, чтобы оно не отстало от этой оболочки, двигаясь все с той же скоростью из атакии С, нужно, единственным способом можно поступить, регулировать время на этом объекте. Скорость одна и та же, что у неподвижного объекта, что у этого. Так можно регулировать только время. Так вот, этот механизм, который сокращает длины, он же и изменяет время, текущее через объект, если его понимать, как я уже сказал на предыдущем листочке, это было видно. Здесь чисто геометрические соображения, которые привели к тому, что вот на этой оси показано, как, в каком соответствии находятся времена движущегося и неподвижного объекта, а на этой оси показано, в каком соотношении находятся длительности движения этих объектов. Чисто геометрическим способом можно увидеть, как складываются однонаправленные скорости. Вот если скорость света от одного объекта к другому, то есть каким-то образом возбужден луч света, который движется относительно этого отрезка со скоростью света, то можно посмотреть, как эта скорость, будет ли она меняться от того, что отрезок движется в том же направлении или в перпендикулярном направлении. Вот эти две картинки. Видно, что скорость света в этих фактически разных инерциальных системах, разная она не равна скорости света, она отличается от нее. Вот формулы соответствующие здесь приведены. Таким образом, тезис в теории относительности о подстоянстве скорости света в инерциальных системах координат, с точки зрения этой работы, он не имеет места. Я хочу еще разок подчеркнуть, что используется чистая эвклидовая метрика. То обстоятельство, что, по-моему, с подачи Минковского мир считается обладающим псевдоэвклидовой метрикой, это, на мой взгляд, необязательное требование. Выбор метрики между этими двумя вариантами является делом вкуса, и я думаю, что метрика эвклидова, как более привычная и наполненная меньшими абстракциями, она более предпочтительна, поэтому вся работа дальше сделана в эвклидовой метрике. Вот. Значит, то обстоятельство, что скорость света оказывается подвержена влиянию переносных скоростей, заставляет рассмотреть синхронизацию часов, потому что синхронизация часов, которая в теории относительности применяется, исходит из того, что скорость света одинакова во всех направлениях в любой инерциальной системе координат. Поскольку это не так, то такой вопрос пришлось рассмотреть. Вот в верхней части рисунка мы с вами видим схему опыта синхронизации часов, которая содержится в теории относительности. В середине отрезка между часами помещен источник света, вспышка которого запускают стоящие часы с одинаковыми показаниями на них, вход запускает, и таким образом часы считаются синхронизированными. Однако, учитывая, что вдоль движения и навстречу ему скорость света разная, у нас возникает и расхождение в моментах пуска часов левых и правых. Задние часы будут пущены раньше, передние часы будут пущены позже. Поэтому стрелки синхронизированных часов таким образом не будут параллельными. Вот здесь приведены формулы. Вот такое будет расхождение в показаниях часов, если эти расхождения измеряются из неподвижной системы координат, и такое, если из движущейся системы координат. Откуда вообще взялась эта неподвижная система координат? Коль скорости переносного движения влияют на скорость распространения, в частности, света, то это и позволяет выделить неподвижную систему координат. Поэтому её можно дальше использовать. Ниже здесь получены преобразования Лоренца для двух способов синхронизации часов. Для условной синхронизации, которая принята в теории относительности, и в случае абсолютной синхронизации, когда вот эта разница в показаниях часов, тем или иным способом, таких способов может быть несколько назначено, устранена. Тогда у нас возникает абсолютная синхронизация часов, и преобразования Лоренца имеют тогда вот такой вид. Вот если эти преобразования при той синхронизации, которая принята в теории относительности, значит, перевести на позиции современной науки, когда нет скорости в первом мире альфа-омега, скорости изотахии, которая чуть-чуть превышает скорость света, то они просто переходят в известные преобразования Лоренца, содержащиеся в теории относительности. Тем самым выполняется принцип соответствия, которому должны удовлетворять новые разработки. Вот здесь представлены результаты исследования кинематики движения. Здесь то, о чем я говорил, есть вот это время, вот тут вот преобразование Лоренца есть в частности. А есть вещи, о которых я не говорил. Преобразование скоростей ускорения просто за неимением времени. Я думаю, что это не так важно обсуждать сейчас. Вот я, глядя на эту таблицу, хотел бы только два момента ну как-то подчеркнуть. Вот смотрите, вот здесь реальные параметры и кажущиеся параметры упоминаются. Реальные – это те, которые измерены из неподвижной системы координат, поскольку при этом сами измерительные приборы не искажены движением. Окажущиеся – это те параметры, которые измерены из движущейся системы координат искаженными приборами. Ну и вот еще одно положение, на котором в этой таблице хотел бы остановиться. Это вот эта клеточка, где складываются скорости однонаправленной. Видим здесь два выражения. Одно из них – это формула сложения Галилея. Второе – похоже очень на формулу сложения скоростей Эйнштейна. Нужно сказать, что существует мнение, что первая формула Галилея – это формула, которую можно применять при очень малых скоростях по сравнению со скоростью света. В противном случае она дает большие погрешности. Адемал-формула Эйнштейна справедлива во всем диапазоне скоростей. Это мнение неверное, потому что обе формулы на самом деле, с точки зрения вот этой работы, совершенно точны во всем диапазоне скоростей. Только первую формулу нужно для реальных скоростей применять, а вторая применяется для сложения реальной переносной скорости с относительной. Точно так же, значит, можно сказать, что вот эти преобразования, они нужны для того, чтобы решать вопрос электродинамики в последующем, но они имеют и самостоятельное значение. Вот на этом листочке рассматривается объяснение экспериментального парадокса Козырева, известного. Я не буду, с вашего позволения, говорить, в чём тут существо дело. Просто, если кого-то заинтересует, это можно отдельно обсудить. Тут ничего парадоксального в скоростях распространения сигналов нет. Скорость реальная – это скорость света. Ну и последний из разделов, которые требовали предварительного рассмотрения, это раздел динамики. Я только вот нижнюю рамочку формулы в нижней рамочке только, значит, немножко постараюсь обсудить. Это известная формула Е равняется МС квадрат, которая везде и всюду встречается и которая везде упоминается. Однако, нигде не говорится о том, что С, которая в этой формуле встречается, это не скорость света, это скорость изотахии в той среде, которая наполняет мир альфа-омега, о котором я говорил на самом первом листе. Также почему-то никогда не подчеркивается, что в этой формуле речь идет о поперечной массе. Аналогичная формула, вот она здесь, может быть записана и для продольной массы. Вот она имеет несколько иной вид. Вот такой. На этом исчерпываются предварительные все вещи, и дальше нужно или можно переходить к рассмотрению и к построению теоретических основ электродинамики. Раз новый круг вопросов возникает, то нужен новый постулат. В качестве такого вот эта формула 1 рекомендуется и принята в работе. Эта формула очень напоминает закон Кулона, однако она имеет некоторые особенности, главные из которых я сейчас перечислю. Сила Ф, сила взаимодействия зарядов, направлена или проявляется не в нашем пространстве времени, а в том самом первом мире, о котором я говорил, обсуждая модель мироздания, в мире альфа-омега. В нашем мире проявляется только проекция этой силы. Это первое отличие. Второе отличие. Эта сила всегда центральная. Эта сила всегда центральная, в отличие от того, что мы знаем, что в нашем мире есть взаимодействия, которые направлены под некоторым углом к линии, соединяющей заряды, взаимодействующие. Дальше. Здесь есть коэффициент К, который отсутствует в формуле закона Кулона. Этот коэффициент учитывает движение зарядов. Он равен единице, если заряды неподвижны. Таким образом, эта формула 1 может применяться как к неподвижным, так и к движущимся зарядам. Ну и последнее здесь. Расстояние и коэффициент К0. Вот это расстояние в квадрате, коэффициент К0. Это расстояние в мире альфа-омега, о котором я опять же говорил раньше. Если эту формулу применить к неподвижным зарядам, если эту формулу применить к взаимодействию неподвижных зарядов, то проекция получаемой силы дает как раз то же самое, что при применении... Уважаемые коллеги, вот когда какие-то слышны разговоры в аудитории, это всегда расхолаживает докладчика, поскольку создается впечатление такое, что вот, ну, все, что ты говоришь, здесь неинтересно, не важно, никакого значения не имеет. Поэтому я попрошу вас, пожалуйста, будьте добры, давайте сохранять уважение к докладчику. Так, вот таков этот постулат, и он, значит, согласуется с известным законом Кулона, что очень хорошо, поскольку известно, что закон Кулона является точным, и поэтому, значит, такой постулат был принят за основу в дальнейших исследованиях. Наконец, я перехожу к тому, что было заглавлено в этом докладе «Взаимодействие зарядов при их движении». Значит, я здесь привожу вот такую картинку. Это простейший вид движения, поперечное движение взаимодействующих зарядов. Вот. Это простейшая форма движения. Чем она характерна? Здесь есть две составляющие силы. Вот эта сила F, которая в соответствии с постулатом получена, а вот эта вот вертикальная составляющая, и вот эта горизонтальная составляющая сила, они получены впервые. Я нигде в литературе не встречал никогда упоминания об этих силах, потому что такую модель мироздания никто никогда не принимал. Может быть, и правильно делал, но, во всяком случае, этого не было. Что можно сказать об этих силах? Вот эта сила горизонтальная, которая здесь есть, вот эта вот горизонтальная сила, она не удовлетворяет принципу относительности, потому что формула для её получения, вот в верхней рамочке формула написана, эта формула показывает, что сила пропорциональна скорости. Значит, если скорость нулевая, то и сила нулевая, поэтому никакими пересчётами из одной системы координат в другую эту нулевую силу нельзя будет получить. Поэтому эта сила не удовлетворяет принципу относительности. А вторая сила, та, которая вертикальная, я её показывал, вот она тут, вот эта вот вертикальная сила, вот она, вертикальная сила. Эта сила вообще перпендикулярна пространству нашему, пространству времени, то есть нашему миру. Поэтому она не фиксируется впрямую в нашем мире, но её влияние мы ощущаем. Потому что она объясняет, как происходит, скажем, мировой проявляющий процесс, почему расширяется возмущение, созданное зарядами. Вот потому что есть такая сила, которая растаскивает это первоначально возникшее возмущение во все стороны. Теперь, а вот эта сила горизонтальная, мы её проявление где-то видим, она в нашем мире, то есть тут никакой мистики нет. Значит, эта сила отвечает за распространение любых возмущений. Спрашивается, ну вот это всё из какой-то модели получено какими-то рассуждениями. А есть эксперименты? Есть, оказывается, эксперименты. Если мы вспомним, что в 1980 году НАСА переполошилась потому, что, значит, траектории движения космических объектов, искусственных, не соответствовали расчётным. И никакими способами, так сказать, объяснить наблюдаемое расхождение не удавалось. Поэтому эти материалы даже были опубликованы, потому что, значит, старались привлечь как можно больше людей к обсуждению вопросов. Так оказывается, что вот эта вот сила, горизонтальная сила, не удовлетворяющая принципу относительности, неизвестная сила, как раз даёт точно такое замедление, как это следует из экспериментов НАСА. Поэтому выводы, говорю, значит, заканчиваю выводы. Я показал только простейшие виды движения, но если мы, значит, пожелаем, то есть возможность ознакомиться с более общим рассмотрением движений зарядов в любых направлениях. Это всё сделано, и есть соответствующие материалы. Таким образом, то, что был простейший вид движения, не меняет общности делаемых выводов. Таковы вот такой, что обнаружены две новых силы, которые неизвестны в современной науке. Эти силы позволяют объяснить те экспериментальные данные, в частности, полученные в НАСА, которые не объяснены удовлетворительно другими способами. Хотя, я должен сказать справедливости ради, что другие объяснения также предлагались. Ну вот, теперь дальше. Наличие этих двух сил говорит о том, что современная теория электричества, как теория электромагнитного поля, не является полной, потому что электрическое и магнитное поле – это только две проекции силы взаимодействия. А есть ещё сила, которая не удовлетворяет принципу относительности и которая перпендикулярна пространству нашей Вселенной. То есть, не две составляющих надо рассматривать, а четыре. Это означает, что та ведущая роль, которая отводится уравнением Максвилла, она не всегда может считаться справедливой, потому что две составляющие силы не могут объяснить всех эффектов, которые на самом деле с точки зрения проделанной работы присутствуют. Вот таковы эти выводы. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Спасибо большое вам. Будьте добры, вопросы, пожалуйста. Учитывали ли Насовцы и вы в своих расчетах космологический прирост объема пространства перед фронтом, перед этими объектами, пионерами, воинжерами, а также продажающиеся на них давление потоков квантов эфира в направлении Солнца? Значит, вот первое, что делалось, это пытались учесть все известные факторы вплоть до испарения металла под воздействием солнечной радиации, вот вплоть до таких эффектов. И есть соответствующие литературные данные на этот счет. Они не объясняют того эффекта несоответствия орбиты, о котором я говорил. Теперь, что касается вот расширения пространства, вот этот вопрос. Я должен сказать, что у меня нет ясности, как это происходит, потому что если это дискретная среда, то что такое расширение пространства? Это возникновение промежутков между дискретными, этого не может быть, потому что тогда мы должны вводить еще какую-то среду, в которой эта дискретная среда расширяется, прирастает количество материи эфира. как это делается, откуда она прирастает? Вот у вас эта ясность есть, у меня ее, к сожалению, нет, поэтому я на этот вопрос так же просто, как вы, не могу ответить. Пожалуйста, ваш вопрос. там, где о перпендикулярном движении заряда картиночку откройте, пожалуйста. Вот, вот, скорости не показаны, поэтому откуда вы знаете? Скорости какие? Скорости двух этих самых образований, которые FB и FA. Это не скорости, это силы. Тогда где все объекты, которые движутся? значит, движутся вот сейчас, сейчас, давайте, вот один заряд, вот второй заряд, сейчас, сейчас, минуточку, минуточку, я отвечу на вопрос. Значит, вот два заряда в исходный момент времени, вот один, вот второй. Если бы эти заряды были неподвижны, вот в оболочке расширяющейся, то они, вы позвольте мне ответить, так как я считаю нужным, а не так, как вы считаете нужным. Вы вопрос задали, а я ответ компоную. Так вот, эти два заряда вот так переносятся, если они неподвижны, но одновременно они переносятся и за счет того, что они движутся внутри оболочки. И вот их оконечное положение. Значит, скорость этого перемещения в оболочке, вот она обозначена буквой В, вот ее направление. Конечно, в этой картинке не соблюдены масштабы для большей наглядности, потому что скорость этого, глядя на картинку, можно подумать, что скорость В больше, чем скорость расширения оболочки. Это, конечно, не так. Но, повторяю, картинка имеет вот эту условность, я ее знаю, понимаю. что поперечно чему движется? Я вот это пытаюсь ждать. Ничего больше. Хорошо, отвечаю. От одного заряда к другому идет, движется виртуальная частица, переносящая возмущение. Заряды движутся поперечно. Сейчас, 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 не спешите. Значит, это одно движение. Другое движение со скоростью В. вправо на этой картинке. Результирующее движение вот по диагонали этого наклонного полилограмма. Вот так фактически движется эта частица. Значит, заряды поперечно не движутся. Ну, как же не движутся? Если бы они не движутся, то, что означает, что одна скорость и другая скорость электроскоростей под углом и пополам. Совершенно верно. Где этот угол? Этот угол между направлением, соединяющим центры зарядов и направлением скорости движения этой системы двух зарядов. Этот угол и пополам. Это не параллельно, это перпендикулярно. А зарядов... Все, спасибо. Ну, может быть, слово, еще пару слов я скажу. Как к вашим исследованию относится комиссия по лженауке? Справедливо. Значит, комиссия по лженауке никак не относится. Никак? То есть, они не знают о вас, да? Не знаю, но у меня... Профессор большого университета, все-таки, читающий электродинамику. Курс читается. Просто, когда я вас слушал, вот, не всем повезло так в жизни, а я трижды изучал труды Ленина и заметил, что только 10% посвящены матершине в адрес буржуазии. И делегации. А 90% вот на, ну, скажем, на социал-демократов, которые говорили, в общем, то же самое, но чуточку по-другому, значит, второй съезд, тарыба. Вот мне кажется, что вы вот как бы то ли большевик против социал-демократов, то ли социал-демократ против большевиков. То есть, вы принимаете на самом деле все, как бы, основы теории относительности. Вот так я понял. Ну, совсем нет. Нет, да. Теория относительности постулирует постоянство скорости света. Я говорю, что ее нет. В основу и перерабатывают. И перерабатывают. И перерабатывают. Вот это, конечно, самое страшное поступление. Это, конечно, самое страшное. То есть, я не собираюсь доносить в комиссию, но вообще говоря, конечно... Нет, то есть, теория относительности это совершенно не согласуется. То есть, вы все-таки противоречите ей, да? Я не противоречу, я просто считаю, что она... Ладно, мне просто эти построения как-то вот... Ну, у вас есть книги, в которых полностью все изложено. Поэтому я ее... Я вашу книгу просмотрел и знаю. И что? Возьмите на себя функцию. Ну, просто мне кажется, что в основе лежит все-таки теория относительности. Нет, ну, как же можно казаться, мое впечатление неверно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Все, спасибо всем.